Всем привет! Меня зовут Татьяна, вы находитесь на моем канале. И сегодня у нас новый влог, так что добро пожаловать! Так, какие планы на сегодня? Значит, что, нужно наводить порядок на кухне, по периметру, не знаю, наверное, генеральной уборкой это не назовешь, но порядок нужно навести, потому что у нас сейчас идут дожди. Я вам сейчас покажу, что творится у меня на полу из-за собачки. Он приходит, знаете, грязными лапами все вот это вот мне. Ну, короче, тихий ужас, сейчас покажу. Потом хочу приготовить курники и показать вам свой новый гаджет для уборки, который меня очень выручает в осенне-зимний период времени, когда стирать ковер, который у нас светлый на кухне, на улице, не представляется возможным. А чистить его, тем не менее, нужно, потому что собачка, хоть он здесь и не живет, он живет в прихожей, в коридоре, но, тем не менее, грязь, пыль и все остальное, светлый ковер очень быстро пачкается. Так вот, я покажу вам, как я справляюсь с этой проблемой. Так что, поехали. Вот, что я вам и хотела сказать. Смотрите, что делает девочки, как с этим бороться, боже мой. Вот гляньте. Это вот он зашел и без тормозов поперся прямо сюда. Хотя, в принципе, ему сюда нельзя, он об этом знает, мы его ругаем. Но, тем не менее, оно зашло, потоптало мне все. Вот коврик его, посмотрите, какой красивый. Вообще чистота, правда? Прям вообще. Хотя мы поменяли его буквально на днях. Это корм, который он у нас сейчас кушает, который низкокалорийный. Вот. Ну, кушает пока что без особого удовольствия. Приходится это все, знаете, как сидеть и кормить его с руки, тогда только он как-то ест. Ну, и вот здесь, собственно, та же песня. Все нужно убирать, несмотря на то, что вчера... Ой, вечером у меня была уборка, я мыла пол, как бы, да. Ну, как говорится, эта песня хороша, начиная сначала. Стирка полным ходом, девочки. Выходной, не выходной. Знаете, как обычно. Выходной день и куча дел. Я думаю, так у всех, так что... Я такая не одна, поэтому выгружаю стирку. Все у меня тут постиралось. Сейчас пойду повешу на улице, благо сегодня дождя у нас нет. Можно все это дело посушить на улице. Ой, потому что сушильной машины у меня нет. Да и как бы она мне не нужна. Так, чем стирала? Стирала вот этим гелем для стирки Персил. Нравится мне больше всего. Я вам уже об этом... Немного здесь порядок, не стала вам это дело показывать, потому что... Ну, что интересного в мытье полов, да? Короче, что, помыла пол, поменяла коврик на чистый. Здесь немного помыла на улице, крыльцо помыла. Ну, в общем, что, все как обычно, девочки. Сейчас пообедаю, что-нибудь перекушу. У нас без 15.12. И продолжим. На днях мне, знаете, чего захотелось? Вообще прям, да не могу. Захотелось рисовой каши с тыквой. В общем, я сварила, да, рисовую кашу с тыквой. Сейчас я перекушу, попью кофеек. И будем продолжать. Так что мне приятного аппетита. И всем, кто собрался пообедать, конечно, тоже бы я решила. Смотрите, сейчас хочу немного почистить плиту. Потому что на ней вот много капельки воды, жира, всякой ерунды. Вчера вечером готовила курицу. Все, конечно, забрызгалось. Значит, что хочу взять? Вот такое средство от Home Start для чистки плит. В принципе, нормально, но мне нравится. Его нужно взболтать. И попшикать на того, чтобы они будут гореть. И все это будет мне вонять этим средством. Так я их уберу. Все, вот буквально минуточка прошла. У меня здесь слишком сильных загрязнений нет. Поэтому, как там указано, 5-10 минут держать я не буду так чисто. Пройдусь просто и все. Сейчас решетку. Вообще хорошо у меня отходит это все дело от пароочистителя. Я решетку прям почистила. Знаете, вот здесь вот на изгибах образуется всегда такой прям слой жира. Фу, как жира, нагара или что-то такое, не знаю. Вот пароочистителем неплохо очищается, между прочим. Надо будет как-нибудь вам показать, девочки. Вот они сегодня. Так, уберу в раковину. Здесь сполосну. Так, само собой в перчатках, да, вы понимаете. Сейчас я это все слою и вернусь к вам. Буду ругать это средство. Смотрите, вот этот хомстар для чистки плит. Имейте в виду, что если у вас, как и у меня, вот этот вот уголок, он правда сейчас мокрый, когда высохнет, это будет виднее. Короче, у меня он из алюминия. Если у вас такой же, то постарайтесь на него не брызгать. Потому что вот я попала вот этим средством на этот алюминиевый уголок. И, короче, вот здесь по нему пошли какие-то пятна. Смотрите. Видите, да? Сейчас вот будет высыхать и проявляться еще сильнее. То есть вот это средство, оно прям разъедает, я не знаю, алюминий или что. Я уже второй раз попалась на эту удочку, блин. В прошлый раз у меня стоял пластиковый уголок. Его повело возле плиты, и мы его поменяли на алюминиевый. Ну, короче, зашибись. Средством от Хомстар я его, в принципе, испортила в очередной раз. Так что, девочки, будьте внимательны. Это, конечно, жесть. Не знаю, нафиг, я больше покупать его не буду. Батыр! Иди сюда, Батыр! Батырчик! Нет, не пойдет. Готова моя начинка. Все это будет в слоеном тесте, в том, который я покупала в светофоре. Одна упаковочка у меня осталась. Так, по поводу начинки. Что здесь? Здесь грудка одной курицы домашней. Дальше лук зеленый. У меня еще свежий растет на огороде. Петрушка. И картошка. Немного майонеза. Перчик вот этот, который я также в светофоре покупала. Приправа букет перцев. Соль. Ну и как бы все. Все смешала, перемешала. Сейчас буду формировать корники. Покажу потом, что получилось. 6-8 штук из одной упаковки теста. У меня бездрожжевое слоеное, которое я покупала в светофоре. Посмотрите в ролике про этот магазин. Увидите его. Оно недорогое, но хорошее по составу. В общем, что единственное, я переживаю, чтобы некоторые не раскрылись, пока будут выпекаться. Знаете почему? Потому что начинки было много. Мне нужно было так, чтобы она не осталась. И я вот впихнула всю начинку вот в это количество. И ну как бы некоторые было тяжело закрывать по краям. Поэтому есть переживания. Ну ладно, посмотрим. Смазала желтком яичным, отправляю в духовку. Так, духовка у нас разогрета сейчас максимально. Ну вот, Люда. До середины. Вот так вот я ставлю. Все, температуру немножко убавлю. Сейчас у меня пока разогревалось было на 250. Пока поставлю на 200 и вверх-вниз. Ну все, выпекаем. Немножко раскрылись мои курники. Я так смотрю, на местах склеивания, да, есть такие моменты. Ну, что поделаешь, да. Я этого боялась, собственно, так и вышло. Ну да ладно, все равно будет вкусно. Так что скоро будут готовы. Вот смотрите, видите, девочки, некоторые открылись. Но тем не менее, это красота, вкуснота пахнет невероятно. И начинка приготовилась. Я уже посмотрела в одном. Так что все в порядке. Ну, если будете такой одет, просто нужно ложить поменьше начинки, чтобы ее хорошенечко заклеить по краям. Иначе, вот видите, так открываются. Ну, ничего страшного. Все равно будет вкусно. Вот, смотрите, покажу вам, как это выглядит в разрезе. Ну вот, типичная начинка для курников. В принципе, все приготовилось. Единственное, что из-за большого количества начинки, они вот немножечко раскрылись у меня. Так что, девочки, всем, кто будет кушать, приятного аппетита. Вот он мой агрегат. Это пароочиститель Керхер. Модель, по-моему, CS2. Так, значит, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы почистим немного ковер. Потому что вот здесь вот местами есть такие потемнения. Ну, то есть, я не могу сказать, что он прям сильно грязный, да. Но, тем не менее, вот эти места нужно почистить. Да, и плюс дезинфекция как бы никогда не повредит. Сейчас я его разберу в рабочее положение. Ну, я имею в виду, уберу вот эти вот все насадочки. Значит, рекомендация от производителя использовать только очищенную воду. Так, что у меня здесь? Природная питьевая вода высшей категории качества. Она негазированная, 5 литров. Ну, я уже покупала такую, в принципе. Потому что, если использовать воду из-под крана, еще с учетом того, что у нас она вообще какая-то сумасшедшая, жесткая, то он очень быстро накроется. Поэтому я покупаю такую воду в 5 литрушках. Ее достаточно надолго хватает. Ну, уборки так на 2 активных. Это если и кухня, и все остальное. Так, ну все. Сейчас будем приводить его в рабочее состояние. У меня уже заправлен водой. Я сейчас буду чистить им ковер. Под давлением пара происходит очистка. Плюс дезинфекция. Так, значит, что модель моя это CS2 или SC2? Я не помню, но как-то так. Здесь в комплекте у нас 2 вот таких удлинителя есть. Насадка вот такая. Потом вот такая маленькая насадка. На нее надеваются кругленькие такие ершечки. И вот такая насадка для пола. Сейчас я буду использовать вот эту. Только возьму тряпочку специальную и погнаю. Покажу вам, что будет происходить дальше. Так, вот. Вот такая вот тряпочка для уборки. Она шла с ним в комплекте. Обычная хлопковая тряпочка на резинке. Очень хорошо на нее собирается пыль. И все остальные загрязнения. Вы посмотрите после уборки ковра. Который на первый взгляд вроде бы чистый. На нем нет никаких критично грязных пятен. Так, за исключением нескольких. Но она будет реально черная от него. Я вот ее для ковра использую. Так, ну что. Поехали. Я начну с самых грязных мест. Так, это на входе. Выставляю самую максимальную подачу пара. Проверяю. Вот, все. Идет пар. Ну-ка. Погнали. Смотрите. Это я совсем немного прошлась. А уже какая грязь. Турки. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что, девочки, я вам могу советовать Если будут какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях Я вам обязательно отвечу Девочки, все дела я переделала, дома порядок навела, стирки перестиралась целая куча Все повесила, сушится, ковер почистила, кушать приготовила Мужина, кормила, сама поужинала Так что все, будем, наверное, на сегодня закругляться Быстренько буду монтировать для вас влог Всех вас обнимаю Всем спасибо за внимание И всем пока-пока